привет друзья рада вас видеть на моем канале сегодня у нас очень интересная тема мы поговорим с вами о том как фиксировать работы пастелю чем это можно делать для чего это нужно а также в конце поговорим и о картинах акрилом как их фиксирую именно я и на примере своей работы одной из последних я вам наглядно все покажу давайте начнем с пастели вы знаете что пастель довольно сыпучий материал очень маркий поэтому хочется ее чем-то зафиксировать вот так вот закрыть чтобы этот слой сыпучий он не был везде просто на поверхности особенно когда работ у вас много то хочется и в том числе какой-то удобный способ хранения а вы наверное знаете что есть фиксативы для пастели и также можно фиксировать и обычным лаком для волос это такой лайфхак который очень часто используют особенно если работы у вас студенческие то есть вы только обучаетесь и вы не хотите тратиться на какой-то безумный и очень дорогой фиксатив в чем же между ними разница если мы возьмем с вами обычный лак для волос и фиксатив то лак для волос будет работать по сути точно так же какой лак вы можете выбрать любой сильной фиксации да то есть тот который вам подойдет который вы нашли совершенно любой фиксатив будет работать более профессионально ну а самая большая разница в том что результат после фиксирования лака для волос он все-таки неизвестен что с ним произойдет через долгое время через год два три то есть работы могут вести себя по-другому они могут немного пожелтеть потемнеть потому что он предназначен все-таки для волос а не для фиксирования картин пастелью под пастелью я сейчас имею ввиду все сыпучие материалы то есть это может быть и пастелью уголь и сангина и так далее на то есть графика также сюда подходит потом фиксатив его преимущество конечно результат будет более прогнозируемой у вас работы не пожелтеют плюс образуется специальная пленка которая защищает от влияния солнышка то есть ультрафиолета от чего обычно работы могут потускнеть пожелтеть и так далее так про лак для волос мы с вами поговорили да что стоит еще сказать как нужно распылять лак для волос да и спрей в том числе тоже дам как дорогие фиксативы да и не очень дорогие распределять а вы держите работу на столе либо вертикально и на расстоянии 30 сантиметров вы распыляете из баллончика спрей равномерно обычно советую делать это в несколько слоев то есть вы сделали первый слой небольшой подождали пару минут потом еще один потом можно еще один и так три-четыре слоя сделать тогда эффект будет самый лучший при том вы заметите что работа сначала немножко потемнеет потом начнет светлеть когда полностью аэрозоль выветрится это касается всего да и лака для волос самого простого дешевого и самого дорогого фиксатива тоже ну что это мы с вами выяснили да как распределять давайте теперь немножко поговорим про фиксативы которые более дорогие по стоимости начнем давайте самых простых самый простой бюджетный вариант это например фиксатив санет он недорогой относительно но у него есть минусы что хочется сказать да в чем разница вы скажете фиксатив который там за 300 рублей либо который будет за полторы тысячи внутри содержимое она примерно одинаково конечно некоторые свойства отличаются некоторые фиксативы все равно могут давать небольшое пожелтение спустя некоторое время ну разная степень фиксации также может быть и разные финиш некоторые фиксативы дают более матовый эффект некоторые более глянцевый понятно что ваша пастельная работа конечно блестеть после этого не будет но если вы не будете там 50 раз ее фиксировать но тем не менее а какие есть минусы у санета а сам аэрозоль его структура то есть вот этот баллончик и кнопка в ней на которую вы нажимаете они могут со временем забиваться немного ломаться и получается что вы разбрызгиваете содержимое аэрозоли и разбрызгивание происходит неоднородно могут оставаться какие-то капли такие довольно крупные по сути нам нужно очень мелко все распылить до чтобы работа у нас осталась красивой чтобы мы никак не повредили но у санета бывают такие моменты то есть вот эти крупные капельки они могут образовываться даже если вы хорошо очень хорошо встряхнули ваш флакончик со спреем все равно такое может быть то же самое у лака для волос поэтому обязательно очень хорошо встряхните баллончик чтобы никакой опасности не произошло на этом про санета мы все в принципе с вами сказали но если вы только начинаете да либо вас до этого уфиксировали лаком для волос можете попробовать санета потом пойти на какие-то фиксативы уже подороже тут все зависит для каких целей вы это делаете если вы просто учитесь и для себя хотите попробовать зафиксировать пастельную работу это один вариант если вы профессиональный художник и рисуете работа на продажу на выставке то тогда стоит подумать о том чтобы взять какой-то более профессиональный фиксатив и давайте расскажу вам про несколько первый это бесцветный лак фиксатив от royal talents он называется номер 064 здесь я буду прикреплять картинки и также буду писать вам сколько все это по стоимости у нас получается нет глянцевого эффекта то есть он довольно матовый никакой блестящей пленочки у вас не будет образовываться довольно долго сохнет да то есть нужно подождать несколько минут прежде чем вы сделаете следующие слои от чего вообще зависит количество слоев конечно от слоя самой пастели который вас на картине если работа довольно пастозная возможно понадобится несколько слоев но также обязательно учитывайте тот момент что если много светлых оттенков возможно они станут более плотными более темными и вот такой вот яркости такой насыщенности и бархатной структуры поверхности ее уже возможно не будет это касается всех фиксативов вообще любых в конце расскажу почему я не фиксирую работы и как я это делаю он довольно хороший он профессиональный пользоваться им тоже очень приятно как я сказал где-то три слоя для него будет вполне достаточно конечно лак имеет определенный запах все фиксативы будут иметь такой специфичный химический запах у кого-то он более сильно кого-то более слабый выветривается он конечно не скоро да то есть течение часа может быть у вас все это выветрится поэтому обязательно если вы пользуетесь не лаком для волос и фиксативом то делайте это хорошо проветриваемом помещении либо можно выйти на лестничную площадку либо на улицу но если вы ходите на улицу учитывайте тот факт что температура не должна быть ниже чем 5 градусов на холоде не стоит этим заниматься да то есть помещение относительно теплое должно у вас быть следующий вариант тоже очень неплохой это от винзора и ньютона лак фиксатив он профессиональный работает он примерно точно так же да как и предыдущие походят для сангины для пастели для угля то есть для всех сыпучих материалов его тоже можно назвать матовым распределяется очень хорошо ровные границы у него также нужно несколько слоев то есть это требование подходит ко всем работам да особенно если у вас есть много чего там фиксировать чем еще его особенный запах здесь довольно резкий довольно сильный может быть даже сильнее чем у royal talents фиксатива а еще возможно что он чуть-чуть будет становиться теплее желтее это имеет значение если у вас работы светлые если очень нежная пастельная работа тогда может быть стоит взять предыдущий а если работа темная то это тоже прекрасно подойдет отлично зафиксирует вашу работу давайте поговорим теперь о следующем лаке лак фиксатив номер 609 от маймери он универсальный он подходит вообще для многого можно и фиксировать не только графитные работы сангина уголь пастель но также подходит для водорастворимых техник такие как гуашь или акварель либо когда у вас идет смешанная техника да например вы используете несколько материала вместе и потом думаете чем же эту всю красоту зафиксировать например да какой-то подмалевок акварельная потом у вас идет слой пастель и вы думаете как лак себя поведет если вы покроете им участок там где акварель все точно также то есть он защищает картину от выгорания дает ультрафиолетовый фильтр который ее покрывает поэтому солнышко так не навредит вашей картине он тоже довольно матовый у него мягкие края запах довольно резкий до довольно сильный тоже как у остальных поэтому обязательно все проветривайте хорошо когда будете им фиксировать двух-трех слоев у него вполне достаточно конечно ждете высыхание то есть сначала первый слой потом работу вас она чуть-чуть темнее потом немножко высыхает вы там несколько минут подождали наносите следующий слой вот таким образом я обычно когда фиксирую работы обычные да то есть на пастельной бумаге который вот требует фиксации я могу сделать один слой либо два слой потому что у меня довольно тоненькое нанесение обычно если вас техника более такая экспрессивные пастозные можно сделать там вплоть до четырех слоев это тоже будет нормально поведет он себя довольно хорошо со всеми пастельными техниками и поэтому тоже вариант очень хороший и приличный ну а на самом деле если честно говорить то можно выбрать из более такой дорогой линейки любой лак попробовать его свойства будут примерно одинаковые они все равно будут себя вести очень профессионально также что хотел сказать вы можете фиксировать работы во время да пока вы работаете то есть сделали первый слой вы можете чуть-чуть зафиксировать чтобы работа в такой сцепилась потом нанести второй слой и так далее да то есть этот также помогает пастельным работам ну что примерно до более-менее нам все понятно про фиксатива мы с вами обсудили альтернатива да если только начинаете все фиксировать это лак для волос самый-самый обычный а еще что я вам хотела рассказать вы знаете техника довольно такая серьезная довольно взрослая имею по возрасту именно пастель потому что пастелью рисовали всегда во все времена а и вот когда этого не было когда не было фиксативов таких вот классных профессиональных какими другими способами художники пользовались чтобы зафиксировать свои работы несколько из них расскажу вам это довольно забавно как делали бумагу покрывали раствором желатина то есть бумажку берете желатином покрываете даете ей высохнуть старайтесь чтобы пастель была не очень большого слоя то есть довольно тоненькая по нанесению потом вы на ней рисуете затем всю бумагу держите обратной стороной под кипящей водой образуется пар желатина растворяется и схватывает пастель и получается такой эффект закрепления поэтому кто любит экспериментировать можете и желатином попробовать я честно говоря не пробовала не знаю еще один способ прямо из 18 века как тогда делали а вы берете работу выполненную пастелью ставите ее вертикально и наносится специальный такой паровой состав который насыщен раствором рыбьего клея и смеси с уксусом или спиртом то есть получается частички пар они попадают на пастель и вот так вот вся эта история склеивается тоже интересный вариант с таким рыбным запахом наверное еще один способ можно растворить парафин в бензине смешать с обезжиренным молоком и распыляя все это нанести на работу вот для любителей экспериментов даже есть такие способы ну самый простой вы наверное поняли да берем какой-то средненький фиксатив если хотим взять класс наберем фиксатив подороже либо берем лак для волос и аккуратно фиксируем что еще следует сказать да плюсы конечно есть это защита получается от ультрафиолетовых лучей работа у вас закреплена она меньше сыпется понятно она не будет схвачена вот так вот намертво как работа акрилом например такого не будет потому что у материала есть свои определенные свойства у пастели но все равно она будет более сохранная какой есть еще способ ну во первых вы можете работу не фиксировать если вы рисуете на абразивной бумаге я делаю именно так то есть я рисую на бумаге пастель мат она абразивная очень такие мелкие частички которые позволяют держать пастель на ней особенно если вы работаете достаточно тоненьким слоем остается вот этот красивый бархатный мягкий эффект но пастель мат тоже можно по желанию зафиксировать тогда все точно будет у вас намертво как аналог абразивной бумаги пастель мат можно использовать абразивы например арт спектрум либо тим фишер либо you art они тоже прекрасно подходят что касается псевдоабразивной бумаги как она называется can't submit and стать что а ее я бы тоже наверное зафиксировала потому что она не всегда хорошо держит пастель как это можно понять да вот в ваш абразив ваш абразивная бумага держит она пастель или нет если вы наносите первый слой то есть на чистую бумагу у вас плохо все это разносится и растушевывается значит бумажка будет держать пастель на ней крепко да если все мягко вот так вот распределяется как на обычной пастельной бумаги то значит что нужно будет фиксировать всю эту историю про это мы поговорили поэтому да я не фиксирую картины на пастель мате и даже несмотря на то что я их отправляю довольно далеко все это путешествует транспортируется я беру готовую картину покрываю ее калькой дальше упаковываю главное чтобы не было сильного трения и такого передвижения перемещения и тогда все приходит очень-очень хорошо ну и конечно после того как вы зафиксировали вашу картину здорово будет если вы поместите ее в рамочку даже в самую простую вот такие вот очень простые варианты есть в леруа например если вы хотите оформить ее как выставочную либо она идет у вас в подарок на заказ и так далее вы оформляете ее там в багетной мастерской говоря да что должно быть расстояние между слоем пастели и стеклом чтобы они не терлись друг от друга но если такой возможности нету можно в принципе сделать и без этого ничего страшного не произойдет это тоже будет дополнительная защита для вашей работы солнышко не так будет влиять на пастельный пигмент и она дольше будет в целости и сохранности ну что основное мы с вами проговорили давайте сейчас чуть-чуть поговорим про фиксативы для акрила потому что мне есть что вам рассказать про них и прямо на примере моей работы одной из последних я покажу как все это происходит как я буду наносить спрей для чего нам нужно вообще фиксировать картины акрилом потому что акрил бывает разным у одного финиш более глянцевый другого более блестящей то есть чтобы вся поверхность была ровной и равномерной стоит его зафиксировать специальным спреем либо лаком для акрила например вот здесь да у меня на глазках цвет более блестящий где-то в шерсть более матовая тоже блеск небольшой присутствует вот здесь на фоне ну и плюс конечно цвета становятся более яркими более контрастными и вся работа выглядит такой более законченной и красивой поэтому используем специальные лаки раньше я всегда использовал вот такой лак гамвар он может быть матовый лучше конечно сатиновый вариант и есть такой же еще блестящий сейчас его очень-очень сложно найти в чем его особенности можно покрывать с его помощью не только картины акрилом но и маслом даже до того как они пролежали там полгода и полностью все слои высохли то есть и можно практически сразу фиксировать работу это подходит для тех кто например пишет на заказ то есть я нарисовала картину маслом да все у меня написано все готово и потом я жду когда слои высохнут несколько дней потому что у меня тоненькая техника письма все-таки и фиксировала я вот таким лаком очень очень сложно его было найти последнее время я нашла его одного продавца на ebay из португалии и он него прислал по довольно дорогой цене тогда по моему за 2 300 что ли я его купила тоже цену вам оставлю вот сколько он сейчас стоит лаки могут быть какими еще и могут быть и самыми простыми сейчас кстати не добавила я еще один вот такого плана акриловый матовый лак от олки очень очень бюджетный но кстати работает неплохо мне он нравился единственный минус что что в этом лаки что в этом что в аналогичном вот таком небольшом лаке а пи био тоже он неплохой акриловый лак совсем совсем такой небольшой для просто для пробы на самом деле я его взяла их нужно конечно распределять с помощью кисти я для этих целей использую обычно вот такую широкую плоскую синтетическую кисть чтобы быстро все это распределить также есть специальные губочки которые также можно использовать главное их очень-очень хорошо помыть после использования лака и наносить нужно довольно быстро это проблематично если картину вас очень большая нужна определенная сноровка техника и так далее сейчас я все фиксирую вот таким вот лаком от фебио здесь он у меня сатиновый финиш ну да такой чуть-чуть будет блестящий конечно у него есть специфичный запах похожий на запах фикс активов которые у нас с вами будут и для пастели но картина у меня небольшая поэтому сейчас с вами я его прям и нанесу проверяю чтобы не было никаких пушиночек чтобы все у нас было красиво чтобы ничего лишнего не пропечаталась открываю крышку хорошенько трясем флакончик и после этого наносим я наношу небольшой слой этого будет вполне достаточно и нужно будет ему просохнуть сохнет он довольно быстро где-то может быть так закрывайся сейчас закрою его нормально полчасика наверно где-то сохнет смотря какой слой нанесли поэтому очень удобно получается сейчас видите пока поверхность влажная он будет вот такой вот глянцевый блестеть будет он у вас блестеть если вы возьмете лак с глянцевым финишем у меня он дает такой легкий легкий сатиновый эффект как вот сатин шелк атлас немножечко немножко так красиво они интересно блестят ну что основные способы для фиксации акрила я вам рассказала если по акрилу тоже какие-то вопросы есть обязательно спрашивайте вот пока я выбрал для себя вариант именно такой мне очень удобно но повторюсь проветривайте хорошо помещение потому что запах выветривается довольно долго особенно если вы будете фиксировать большую работу где понадобится вам намного больше лака вот такие способы мы сегодня разобрали с вами я надеюсь это видео было вам полезным если остались какие-то вопросы обязательно оставляйте их в комментариях и давайте в комментариях пообщаемся о фиксативах какие вы используете нужны ли они вам и что вы думаете вообще по этому поводу если есть какая-то тема которая вам очень интересно и которую вы хотите обсудить тоже пишите я могу снять на нее следующее видео поэтому поддерживайте ставьте палец вверх я буду очень благодарна вам и увидимся в новом видео пока пока